Книга открытым оком 3 том тема молитва вопрос 1071 почему мы в молитве господней просим Иисуса да приедет царствие твое в то время как царство его уже пришло и началось на голгофе как понять отвечает Игнатий Тихонович Ларкин Лука 17 21 и не скажут вот оно здесь или вот там ибо вот царствие Божие внутрь вас есть Кремлянам 14 17 ибо царствие Божие не пища и питье но праведность и мир и радость во Святом Духе Теоретически вы все ответили правильно что царство Христа наступило со времени поражения дьявола евреям 2 14 и как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и это бы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола Иоанна 18 36 иисус отвечал царство мое не от мира сего если бы от мира сего было царство мое то служители мои подвязались бы за меня чтобы я не был предан иудеям но ныне царство мое не отсюда Оно пришло в лице Иисуса Христа Матфея 4 17 С того времени Иисус начал проповедовать и говорить покайтесь ибо приблизилось царство небесное Марк 1 15 и говоря что исполнилось время и приблизилось царство Божие покайтесь и веруйте в Евангелие Данное нам царствие нужно усвоять лично для себя Теперь посмотрим по частям Если оно внутри нас и состоит не из пищи и питья но из праведности мира и радости во святом духе то об этом надо озаботиться и об этом мы молимся в молитве Господней об этом радуем ибо этого мы так и не достигнем во всей полноте до конца своей жизни это вершина потолок и он достигается только в царстве небесном Внутри нас это царствие возрастает праведность разве этого мы уже достигли во всей полноте 1 Петра 1 16 ибо написано будьте святы потому что я свят Как часто мы теряем мир с Богом людьми и самими собою и об этом мы просим и этого мы желаем друг другу при встрече и при входе в жилище 2 користи 5 20 Итак мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова просим Примиритесь с Богом Эфессианам 2 16 и в одном теле примирите обоих с Богом посредством креста убив вражду на нем Радость не просто радость которую культивирует мир безбожный но радость во святом духе много ли у нас такой радости и знаем ли мы ее и можем ли отличить от плоской как должно Вот об этом мы непрестанно умоляем отца небесного да прийдет царствие твое оно состоит из этих трех компонентов праведности мира и радости во святом духе Сень Нетрудно на язык попасть в толпе и стать в народе притчей во языцах лишь стоит строгость сократить себе и даже не упасть а оступиться и кто-нибудь заметит твой спотык раздует так что можно испугаться и ты уже не тот кем быть привык когда не знал про важность репутации И ляжет тень на имя вдруг твое и под сомнением будет даже честность ведь тень то забегает наперед то вслед ползет за нами в неизвестность Быть может потому сказал мудрец что имя доброе дороже лучше лучшей мази что не начало важно а конец того кто имя уберег от грязи вера кушвер Богу нашему слава всегда ныне и пресно и во веки веков аминь